Продолжение следует... Сегодня на кухне с нами принимается дело в разговоре юрист Павел Сапелко, а так само старшиня правоборончика Центра Весна Олесь Беляцкий. Не так давно правоборончика Центра Весна на минулом тыдне презентовал спровоздающих по вынниках мониторингу месту примусового утроманья грамадянов. И Павел Сапелко, який непосредственно заявлялся автором этого доклада, я думаю, нам рассказал про сам мониторинг, что выходит в этот мониторинг, чем он отразнивается от попередних мониторингов правоборончика Центра Весна и до каких вы снова пришел? Ну, я бы, во-первых, хотел сказать, что еще года 3-4 назад практически никто не занимался в таком постоянном режиме, системном режиме, вообще правами заключенных как таковыми. И только, наверное, года 3-4 назад стал этот вопрос интересовать людей, наверное, в первую очередь в связи с тем, что в тюрьмах, в колониях оказались политзаключенные, участники, например, событий 19 декабря 2010 года. Этот отчет был составлен по результатам мониторинга, который проводился вторым этапом с 2013 по 2014 год. Это уже второй отчет, и он, в принципе, состоит из рассказов заключенных, бывших, нынешних, систематизированных, и из таких аналитических статей, которые рассказывают о положении заключенных в Беларуси. Ну, насколько я памятаю, эта справедливость относится не только тюрьмах, колониях, а и других местах промышленного утромания. Совершенно верно. Этот отчет и этот мониторинг касается не только таких классических мест лишения свободы, как тюрьмы, колонии, арестные дома, центр изоляции правонарушителей, но еще и в целом так называемых мест не свободы. Здесь мы говорим о закрытых учебных заведениях, о лечебно-трудовых профилакториях, и приходим к выводу о том, что люди, которые там содержатся, практически лишены свободы. Олесь, вы, как человек, который непосредственно находился, так скажем, в пенитенциальной системе, как бы вы выяснили основные проблемные моменты этой системы? Ну, еще неколи перед тем, как потрапить в тюрьму, я прочитал одну книжку про словецкие легеры, которые были в 30-е годы в Советском Союзе. Один из былых вязанин сказал, что то, что отбывалось и там, вот эта система, значит, сняволина, и она ему вельми нагадывала по своей структуре сам Советский Союз. Вот это была маленькая турма в Великой Турме. Я это не один раз потом сгадывал, когда сам сидел в колонии и все заперед колонии, что, саправдой, наши колонии, они нагадываются таким мини-выглядзе нашу краину с усими проблемами и больками и теми речами прыгнету, которые существуют и большие, так сказать, шире в Беларуси, а летами они больше выразно, так сказать, промалеваны и денеживаются открыты, можно сказать. И, конечно, целый шире букет, вот, есть питание до сегодняшней пенсиональной системы, до сегодняшних колоний, до сегодняшних турмов. И шире кажут, что вот у меня была разговора там с одним из офицеров из колонии, який мне спытался, а вот что вы пропонуете робить, значит, с нашими турмами? Вы что, хотите всех разогнать, а кто что-то будет там маховывать, кто як это все будет працавать? Я вам сказал, что, видать, разогнать у всех, может быть, не отрывается, бо саправды, что робить с теми людьми, которые там порушают законодавство, а ли то, что требует терминова, что-то робить, как полепшить всю эту систему снявулення людей, и что она на сегодняшний день недопушальна, не повинна так быть, какая она есть на сегодняшний день, то для меня это ведовочно. Павел, а до каких вы снова пришли в этой справоздаче? Соправда, что требует робить, чтобы пенсиональная система стала лепей, и как минимизовать, скажем, выпадки катывания жесткого бесчеловечного обходжения? Ну, мы вообще пришли к выводу о том, что в целом система исправления в мире, и в Европе, и в целом в мире, она находится в определенного рода кризисе, потому что кроме лишения свободы, иного наказания, в принципе, не используют, ну, я имею в виду в таком распространенном варианте. И разница только в том, что в Европе, в более таких передовых странах об этом спорят, размышляют и пытаются что-то сделать, а у нас действительно система исполнения наказаний находится в том приблизительно состоянии, в котором она находилась в Советском Союзе. Да, некоторые вопросы урегулировали, где-то привели к тем нормам, которые упоминаются в Конституции, в международных обязательствах страны, но еще до реального воплощения перестройки тюрьмы дело не дошло. И, конечно, нет таких вопросов, которые более или менее важны, но в первую очередь мы говорим о том, что тюрьмы надо избавить от пыток. Их надо избавить от пыток классических и от жестокого, бесчеловечного, унижающего обращения в целом. Там большим проблема отремливается, что, с оправдой, когда человеку из этого больше-менш, как бы, иншого житца отрапляет туда, и он застается таким безоборонным. Вот есть певная система, есть певный набор инструментов, яким шином, причем, отпрацованы уже 10 годами. Я сгодный с Павлом, что наша тюрьма корнями растет с советской тюрьмы, и читаешь вспомины, снова же, тех диссидентов, кто сидел в 70-е годы, и часом просто глядишь, что все те же психологические приемы катывания, все те же приемы знищения человеческой особы, которые вживались в Советском Союзе, они не плавно перешли зараз и в нашу систему. Но вот эта безоборонность, это, может быть, мне подается самая главная проблема, что те законодавшие рамки и те правила внутреннего распорядка, которые расповсюживаются на всю систему утримания зневоленных, они дают мягчимость администрации довольно вольно и довольно, как бы, толковать это, уживать это на свою корысть и супрозневоленную. И ты там просто чувствуешь себя кулазни, голым. У тебя от неманого тазика, как прикрыться, а перед тобой, так сказать, певная машина, которая может сделать так, что твоё жище просто перетворится в пекло. Ну, глядите, с иншого боку, у нас есть прокуратура, которая живет на гляд за местами позволения воли. Есть департамент выполнения покараний, который так же живет на гляд за этой системой. Есть комиссии при управлении юстиции, которые живет на гражданской контроль за местами в тримании граждан. И вот, Павел, чого, на вашу думку, в этой системе не хапает? И эта система может быть недостатково, якосно выполнена своей функцией? Ну, в принципе, качественно выполнять задачи может только неведомственный контроль. Это моё твёрдое убеждение. То есть, из всего того, что перечислено, только прокуратура может, поскольку она, ну, гипотетически, поскольку она не относится к системе исполнения наказаний, она может её контролировать. Но прокуратура на сегодняшний день не наделена даже правом возбудить уголовное дело в отношении сотрудника колонии, который, например, избил заключённого. Это должен сделать Следственный комитет. В Следственном комитете работают, ну, все это прекрасно понимают, практически такие же бывшие милиционеры. Что касается общественного контроля, который осуществляют вот эти вот общественные наблюдательные комиссии, ну, я к нему, честно говоря, всерьёз относиться не могу, как всерьёз, наверное, не относится ни один заключённый. Откройте... Деятельность этих комиссий вроде бы как открытая, прозрачная. Откройте страничку, соответствующую на сайте Министерства юстиции и прочитаете, что за 2014 год есть сведения о двух посещениях по всей республике мест лишения свободы. Одно из них это ИК-14, второй это СИЗО-1, где ни там, ни там не нашли никаких нарушений. Вот он, действенный контроль. Что нужно делать, я могу сказать. В первую очередь нужно вывести систему исполнения наказания из подчинения Министерству внутренних дел. И не формально, просто переподчинив, а реально сменив как таковую администрацию и в колониях, и на уровне департаментов исполнения наказаний. Во-вторых, нужно обязательно наделить прокуратуру правом возбуждения уголовных дел в отношении тех лиц, которые нарушают закон и которые принадлежат системе исполнения наказаний. В-третьих, создать условия для реального функционирования общественного контроля, гражданского контроля. Ключность офиса уповненоважена поплав человека. Ну, как вариант, это может быть и такой инструмент. Или совет при... Ну, как это будет называться, в принципе, это не так важно. Важно то, какими полномочиями будет наделен этот орган. Ну, тут мне подается важный еще некий сигнал, импульс, який идет от державных чиновников, от высшейшего чиновника, высшейшего рангу. От всей нашей державной системы, как разглядать тех людей, которые находятся в местах покарания. Это те люди, которых нужно, саправдой, катовать, держать в жестких, невыносных умовах, а мы прагаточуем, что важно створать вот такие умовы. Те все ж таки это люди, які и заливаны от громадства, и же гэтым покараны, тем, что они заливаны от громадства. И, але опускаться до того, как держать их там в скотских умовах, ну, это значит, таким чином, принижать планку гуманности всякого, всей державы, всякого громадства, в котором находится это место покарания. Вот это так само важный таки гуманистичный и моральный момент, на который как раз мусить реаговать и само громадство белорусское. Какие мы хочем тюрьмы? Те хочем мы, как бы их сидели люди без отсутствия неких элементарной гигиены, с переполненными камерами, с воршами, так, с воршами, значит, с коростой, значит, с уходами, с уходами. Те инвалиды, яких просто там на восках возят, вот, те все ж таки иные мусить больше-меньше отповедать ну умовам життя нормального человека, как бы он отчувал в себе водно. Вот. Это пытание, на какое мусить отказывать само громадство. Ну и тут пытание, напевно, еще о выкарастании працы зняволяных, за речу, як обставленные зараз в колонях за этим пытанием стоят. То есть, они працуют, а какие заробки наотримливаются? Заробок чисто символичный. Мои заробки за першу половину этого года были за месяц у межах одного-двух доляров в месяц, то, что я отримлевал на свой рахунок. Вот. А працевал полную працеванную день. Вот. Полную працеванную измену. Безумовно, это примусовая праца, и с одного боку, зняволяные, есть такие зняволяные, какие зацикавленные в праце, потому что их долгие термины, например, потому что нема до помоги, там, зволи, для них это одна крыница для некого додатку, скажем, до того бедного рациона, каким дают в колониях. Але, с другого боку, зрозумело, что им не платят эти гроши, которые реально на этом зарабатывают. И это самое головное питание, которое стоит у зняволяных, на которое никто не может отказать. Чему человек месяц працует, нормально працует, тяжко працует, типа разному працует, или працует, и он отремливает за этот месяц 5, 7, 10 доляров, 50, там, 100 тысяч белорусских рублев, и что за эти гроши он может купить? Каким милинтарно они повышают вопросы, которые находятся перед ним. Поэтому это питание над этим нужно так же думать, потому что если у человека есть полная запознанность гроша перед державой, он не подходит ни под какие амнисты, он находится в больших строгих условиях управления с другими неволенными. Это дотискаться и спотканья, и закупа кулавцев, и всего другого. И замкнутое коло, если у человека 100 доляров, а он заработает 5-7 доляров, то ему нужно выплачивать 2 года, чтобы расплатиться с этими грошами, и эти 2 года он находится в сильных условиях управления с другими неволенными. И у него нет возможности заработать этой грошей больше. Поэтому вся эта система мает много таких проблем головоломок, которые нужно выражать, и которые можно выражать, потому что наши соседи литовцы, например, поляки в польских турмах, я был в СИЗО, и в турме я вижу, они как выражают эти проблемы поступово, они рухаются по шляху больше человечек относительно с неволенными в турмах. Павел, а какие планы есть у правооборончого центра Весна, у вас, как экспертов, в говорении пенциальной системы, надалее? То есть, будете протягивать надалее отсутствовать ситуацию с правами человека в турмах? Безусловно, мы же не можем остановиться посередине дороги сказать, что мы понаблюдали, посмотрели, увидели, что все не так, как мы хотим, где-то плохо, где-то совсем плохо, и на этом остановимся. Конечно, нет. Во-первых, не закончены еще несколько дел, которые касаются случаев жестокого обращения заключенным. По ним произошли такие очень значительные подвижки, но они еще не закончены. это во-первых. Во-вторых, будут дорабатываться те вопросы, которые поднимались вот в этом докладе. Кстати, вот то, о чем говорил Олесь, мы посвятили очень много времени тому, чтобы рассказать не только для заключенных и для их семей, а и для остальных людей, которые далеки от проблем пенитенциарной системы, о том, как живут заключенные, за что они платят, как они работают. Попытались объяснить, что заключенный это не тот человек, который сидит в основной своей массе на шее у налогоплательщика, которого там якобы общество содержит. Как правило, заключенный содержит себя сам. Попытались объяснить, что заключенному нужно применять только те ограничения, которые вытекают именно из его статуса лишенного свободы. его не обязательно нужно лишать общения с семьей, нельзя лишать права обращения в государственные органы и так далее. И эту работу я более чем уверен, нужно продолжать и повторяться лишний раз, чтобы это услышали те, кто еще об этом не знает. Безусловно, в планах еще и другие темы, которых мы сейчас не касались. Мы не успели поработать над темой женщин заключенных, в целом уязвимых категорий заключенных, которые содержатся в тюрьмах инвалидов, например, сексуальных меньшинств. вопросами реадаптации, но, честно говоря, этими вопросами заниматься очень тяжело, потому что это требует не только таких волонтерских усилий и аналитических усилий, это нужны средства, чтобы организовывать эту работу. Безусловно, будет говориться еще что-то о трудовых и социальных правах заключенных, потому что мы эту тему подняли, продолжили, но еще отнюдь не закончили. Таким чином правооборончерка центра весна еще шмат задач по обороне правов неволенных и, как оказал один из криминалистов в Ядомах Петербурга, что показчикам цивилизацийности той и иншой краины, то и иншого громадства заявляется стан турмов в этой краине и отсутность народного покорания. Поэтому на этом сябры мы сегодняшний наш выпуск закончим. До новых шестерчук. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова